Управляемый занос самый забойный элемент зимнего картинга. Разгон по прямой и перед заходом в поворот картингист быстро просчитывает траекторию движения на вираже. Внутренний радиус надежнее, но нужно уметь сбросить обороты, а затем газануть. Внешне рискованный, но скорость более стабильна. Можно еще и скомбинировать. В соответствующем моменту решения нужно принять за считанные секунды. Главный герой четвертого этапа соревнований Сергей Скутельский предпочел классику. Проявил смекалку. На виражах подстраивал свое тело под траекторию движения, пытался ногами приподнять переднюю часть карты. Гонщик и машина словно сливались в единое целое, а в итоге выиграл важные секунды. Скутельский финишировал первым в двух самых мощных классах картов. Супер Хонда и Е-250. Это тоже секретик такой. Главное разъясовка. Чем больше нагрузка на заднюю ось, больше сцепление с дорогой, за счет этого тоже поддерживается лидерство. Юные гонщики рисковали больше. Михаил Онищенко, победитель в классе мини-хонда, выиграл за счет смены траектории в повороте. Спортсмен проиграл старт Евгению Куликову, некоторое время шел вторым, выбрал момент для обгона, выиграл финальный заезд. Через пару кругов в повороте он ошибся. Я воспользовался моментом и обошел внутреннюю траекторию. Следующая гонка у картингистов 8 февраля. Судя по прогнозу погоды, трасса станет более жесткой и скользкой. Будет рубка. Владимир Стомин, Сергей Гаврилов, Антенна 7.